Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лоподом. И сегодня речь пойдет о комиксах. Причем о комиксе, который освещает нам мистическую, таинственную, загадочную историю из эпохи средневековых крестовых походов, которая вышла в издательство «Пешком в историю». В общем, я, конечно, не поклонник такой жанровой литературы, хотя в этом есть некоторая доля снобизма. А в снобизме всегда надо признаваться, потому что это очень нехорошая черта человеческая. Я ее старательно изживаю. То есть Дэна Симонса, значит, ты читаешь, а вот комиксы на эту тему, значит, тебе чем-то претят. Огромные, громоздкие, невероятные конструкции вот этих вот исторических отступлений, охватывающие даже не десятки, а сотни страниц в маятнике Фуко, значит, тебе нравится, а вот прочитать последневековье что-нибудь в виде графического романа так нет. Нет, конечно, конечно, мне тоже все это интересно. И, в общем, эта история, которая называется «Неживые», придумана Стивеном Дейсбергом, а нарисовал и колоризировал, иногда это разные люди делают в комиксах, ее Александр Уткин, там это отмечено. Еще особо говорю, что я сегодня рассказываю только о первой части. То есть это графический роман в нескольких выпусках, и первая часть – это фактически только затравочка, завязочка, самая вот такая вот интересная наживка, проглотив которую, честно вам признаюсь, я очень жду продолжения. Мне интересно, справится ли с такой сложной многоходовкой, да, многосоставной историей. Знаете, это вам не «Ведьмак» Сапковского, где, в принципе, у нас есть главный герой, и ты понимаешь, пока главный герой жив, повествование продолжается, вот, и, в общем, все это будет так или иначе возвращаться к его фигуре, его судьбе нелегкой, значит, и его подвигам. Здесь совершенно все по-другому. У нас есть несколько персонажей, и, в общем, это довольно стильно все оформлено. Вообще, мне, конечно, стилистика очень понравилась. Ну, я не знаток комикса. Правда, вам надо графические романы и новеллы в освещении специализированных рецензентов, да, которые вот прям в этом разбираются, в тонкостях слушать. Но об этом комиксе я скажу, что, во-первых, мне понравилось, как подано здесь средневековье. Без вот этой лакировки, да, такой парадно изысканной, да. Ну, мы, конечно, на самом деле не хотим знать, как там все выглядело и было устроено, потому что уже одно знание о том, как пахли тогда мужчины и женщины, в принципе, отбивает любое желание узнавать что-либо дальнейшее. Но следует помнить, что историческую эпоху следует судить строго по законам самой исторической эпохи. Тогда люди просто этого не чувствовали. То есть они немножко по-другому ощущали жизнь. И вот здесь вот у нас есть такое неприлизанное средневековье. Достаточно корявенькое, да. Вот. И, например, заглавная история одного из паломников, она, в общем, говорит об истории угнетения, притеснения прожорливого, мерзкого, жирного, агрессивного, абсолютно бездушного сеньора, виона которого, значит, или крестьяне и так далее. Ну, в общем, они просто подыхают с голоду, а эта тварь все пожирает и пожирает, значит, все, что они производят. Вот такая вот, значит, несколько паразитическая картина получается. И, в общем, примерно оно так и было, по большому-то счету. А давайте будем честны с самим собой. Средневековье, в общем, выглядит не краше других эпох. Если вы скажете, что были более прелестные эпохи, вот про них и надо рисовать графические романы, я вам такого понакидаю. И про этичность, и про эпоху возрождения с ее непрерывной резней, которая просто не утихала ни на минуту. Вот. И абсолютно невероятной разнузданностью, да. Когда человек раскрепостился, почувствовал, что он звучит гордо, захотел творить и созидать, да. Ну, и параллельно, в общем, распоясался немножечко, как вы понимаете. Вот. Ладно, вернемся к нашей истории. В основе это паломничество. Паломничество в святой город Иерусалим, значит, паломничество очень интересное. Оно очень напоминает, конечно, Киперион Симонса, потому что паломники объединены только одним, целью визита. А вот судьбы у них очень разные. И среди них есть абсолютно плоский код, коврик, то есть такой, он не изначально двумерный, его просто переехало, не скажу что, а то буду раскрывать вам. Так, я прошу прощения, у меня тут есть не абсолютно плоский код, который не дает мне записывать видео, уже второй раз. Вот, видите, и в профиле, и в фаз, это довольно упитанные животные, которые, соответственно, просятся то наружу, то внутрь, как это свойственно котам. А завести демона Максвелла, который будет открывать и закрывать за ней двери, я пока не удосужился. Итак, вернемся к нашим паломникам. Они отправляются в Иерусалим для того, чтобы избавиться от тягот их жизни, поскольку они не совсем люди. Как вы уже понимаете, ну, двумерный кот, слегка сплющенный в результате трагического происшествия, это, в общем, ну, не совсем банальное, а вовсе даже волшебное существо. Там же есть такая девочка-уголек, кто представил себе зажигательную негритяночку, сразу ошибся. Ведьма, конечно, сожгли, сожгли к чертям, прям вот сожгли, а она взяла, да и не сгорела, а после этого ожила. Вот, там есть попугай, говорящий, это перебор, друзья мои. Попугай выступает в схватке с разбойниками в качестве дрона-наводчика, и это очень идет, значит, ну, в общем, к нему. Попугай, в общем, это, конечно, потрясающее совершенно создание, да. Вы знаете, он повторил историю очень многих любообильных лавеласов, да. Значит, он соблазнял самых-самых разных видов, вот. В конце концов, весь птичник, всем, так сказать, курятником его поймал, вот. И не скажу, что сделал. В результате он заговорил, коза закричала нечеловеческим голосом, попугай заговорил, да, и прибился к этой компании паломников для того, чтобы освободиться от проклятия. Ну, ясное дело, что это такая аллегория человеческого жизненного пути, который, вообще-то, да и не в средние века, даже закончился бы гораздо печальнее. Ну, вот он теперь, говорящий попугай, дрон-наводчик. Кроме того, там есть ведьма-уголек, кроме того, там есть таинственная красавица, который стрелок, да, стрелок-боец такой, ну, вот, арчер, значит. Значит, и, кроме того, там есть заглавный персонаж, который как раз был, значит, слугой в замке вот этого самого ублюдочного совершенно сеньора, да. Слуга этот провинился, при этом так случилось, что он стал теперь, как и все остальные, сверхъестественным существом, некоторым признаком. Неживые – это в буквальном смысле слова. То есть, ну, знаете, когда тебя сожгли, даже если ты не ведьма, все равно ты сдохнешь, да. Вот, а уж если ведьма, то, как бы, так по правилам положено. Что поделать, приходится слушаться. Вот, собственно, с ним то же самое произошло. Теперь шлем у него неотделим от головы, то есть он такой наполовину, бум-бум, железный дровосек, вот, а наполовину, значит, человек. При этом он не может больше нормально питаться, забрава у него не открывается, не может почувствовать губы красавицы, значит, яблочный сок и так далее. Конечно, в общем, они страдают, да. Эти страдальцы нашли удивительную полузаброшенную церковь, какую-то таинственную, где путем колдовских волшебных, ну, это не черная магия, конечно, сил, да, некие таинственные братья-священники должны освободить их от проклятий. Но не бесплатно. И тут снова вспоминается Гиперион и паломники, идущие к Шрайку, потому что Шрайк же, помните, да, он тех, кому ему не нравился, кто ему не нравился, и как он с ними поступал. В общем, их тоже здесь ожидает множество всяких испытаний и приключений, но, собственно, большая часть первого тома это в чистом виде повествования о том, как они дошли до жизни такой, рассказана история персонажей, рассказанная, значит, в отдельных новеллах. Это очень увлекательно, потому что картинка складывается интересной. В целом, это такая тяжелая, такая сатира на общество человеческое, которое вот приводит к таким печальным результатам. Но так как все это легко, динамично, в особенности комикса я могу сказать, что он не слишком кровав, хотя там, конечно, на проповую отрубают руки, ноги, головы, но художник это не смакует, художнику это не надо. Нам гораздо интереснее следить за увлекательным сюжетом. Согласитесь, компания подобралась нетрадиционной. Вот, я уж не говорю там о маленьком карлике, который является собой такой миниатюрный, компактный образ Франкенштейна. Во всяком случае, так он нарисован. Многих деталей я вам, естественно, не рассказываю. Итак, они пришли к монахам за избавлением от проклятия, а монахе возьми да и скажи, а ведь это не даром. Ну, собственно, ребята знали, что не даром. Они принесли с собой очень весомый мешок золота. Но мешок золота это всего лишь мешок золота, друзья мои. А условие было таким, золото должно было быть добыто праведным путем. Вот тут, мама моя дорогая задачка, да. Стали они кумекать, а праведным ли путем добыто их золото? Нет, ну, конечно, в каком-то смысле слова, допустим, ограбление банка, это добрый поступок. Даже человеколюбивый. Вот. А если серьезно, то нет, конечно. Буквально горст планет осталось от их капитала, если отделить все те суммы, которые были получены, мягко говоря, сомнительными методами. Вот такой Остап Бендер наоборот. И что им теперь делать? Им приходится, естественно, выкручиваться из этой ситуации. А как именно они это будут делать, я вам не расскажу. И история плавно будет перетекать с большими флешбеками, объясняющими нам, как они вообще стали, теми, кем стали, да. Значит, плавно перетекать в дальнейшее развитие событий. Очень жду продолжения. Отличное паломничество. Такие очень объемные, яркие, приключенческие средние века. Вот. Очень коваритные персонажи. Ну и, конечно, абсолютно безумный сюжет. Да, вы можете себе представлять. Ведьма-уголек, которая, значит, тем огнем бросается. Вот. Другой стрелок, который стреляет, тоже, значит, сверхъестественная метка, хоть и не фаерболами, да. Значит, безумный конь, про который вообще забыл рассказать. Вы знаете, конь вообще практически поднимается до коня Юлии, да, по обаянию. Это вам скажу немало. Вот. Ну, я имею в виду, конечно, персонажа Трех Богатырей, студия Мельница, да. Ну, в общем, Юлия сложно не запомнить этого ненормального коня. Вот. В общем, компания та еще. И в целом, это, знаете, такой драйв, напоминающий Стражи Галактики. Когда ты, в общем, хихикаешь над сюжетом даже не космического, космического опера, а космического мультика какого-то, да. Это такой, ну, совсем детской истории, да. Но настолько это все выпупо и так ярко сделано, да, что невольно проникаешься историей, да, и начинаешь уже следить серьезно за их приключениями. А дальше выбитые зубы, сломанные мечи, черная магия, таинственное приключение. Ну, и, конечно, крестовый поход в Иерусалим, где, собственно, они и наткнулись на вот это вот коварное условие. А деньги-то должны быть честно заработаны. Вы знаете, квест покруче, чем любая компьютерная игра. А вы попробуйте, попробуйте, честно, заработать такую сумму. Какую я не говорю, вы, собственно, прочитайте, узнаете обо всем сами. Вот такие неживые Стивена Десберга и Александра Уткина. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.